Утро со звуком. Не проспи. Главное это утро. Утреннее шоу Утро со звуком, друзья мои. До 11 утра еще с вами здесь. Сегодня будут Полин Казарцева. Костик Звук. И наш гость Дмитрий Першин. Дима еще раз. Доброе утро. Всем привет еще раз. Ну что, как настроение? Проснулся? Да, настроение отлично. У меня передо мной стоит вторая чашка кофе. Я заряжаюсь позитивом и бодрым духом этого напитка. Вот, ну тут еще есть еще бодрые вопросы у нас в адрес Димы. Вот начнем, например, с вопроса из видеочатом. Дима, что для тебя значит слово дружба? Кроме плавленого сырка. Дружба, это мне кажется то же самое, что любовь. Абсолютно то же самое. Просто другие проявления имеют. И это, наверное, одна из самых важных вещей, если это можно назвать вещью, в нашей жизни. Потому что именно друзья всегда будут рядом. Абсолютно всегда. И будут, так сказать, подавать руку помощи. Дружба, это и самоотверженность, это и лишение себя чего-либо во имя. И так далее. Еще тут в скайпе в нашем радио13.ру русалочка пишет. Передайте привет Дмитрию. Знаешь такое? И скажите ему, что он симпатяга. Спасибо. А как вообще с поклонницами дела обстоят? Они одолевают тебя своим вниманием? Ну, я не знаю. И как ты с этим борешься? Или наоборот, рад? Я не считаю себя какой-то супер-мега-звездой, чтобы закрываться от людей, которые интересуются мной, моей жизнью, моим творчеством. Не знаю, внешность, и это вообще не важно для меня. И я обычный человек, я езжу на метро, я хожу вон по улицам, наступаю в растаявший снег. Я благодарен, я нереально рад тем людям, которые поддерживают меня именно своим интересом к моему творчеству. Потому что пока что в основном все, что я имею, за счет них. Ну, а какие-то курьезные ситуации были у тебя с поклонницей? Да, курьезные ситуации, конечно же, были. Я не знаю, можно ли озвучивать такие вещи в эфире. Ну, смотри, какие. Так, поскромнее. Если поскромнее, то первое, что приходит мне на ум, это был у нас концерт в городе Чебоксары. Была зима, мы с группой Монолиза поехали туда, как это было, один из городов нашего турне. Далековато. Да, мы, кстати, очень много катались раньше по городам России, где только не были. И вот у Чебоксары был очень смешной случай, когда во время концерта какая-то сумасшедшая девочка, мне кажется, ей было лет 14 или 15, в какой-то юбке, в пачке балетной, куча косметики с рожками или с ушками кошки, я не знаю, как это называется правильно, ну, что-то типа того, начала снимать у меня как бы штаны. То есть я пою на сцене. Была огромная сцена, это был ДК, то есть большая сцена, довольно-таки высокая. И она умудрилась ухватиться за мою штанину, когда я находился на краю сцены. И, ну, мне кажется, только благодаря, не знаю, святому духу я остался в штанах, в штанишках. Я знаю, что было с девочкой, она пришла сразу после урока анатомии. Либо она решила заменить свою юбку на мои штанишки, вот как это все было. И, конечно, этим история не ограничилась, просто дальше уже внеэфирное продолжение истории я расскажу. Потому что там довольно-таки пиканты и подробности. Ага, вот она, вот они. Она прокралась в гримерку. Она очень хотела. Нет, я стараюсь не поддаваться общему влиянию и не заниматься пакостями всякими. Ну, почему же пакостями? Для кого-то радости. Ну, радости отдельно все-таки должны быть. Для девчонок в продвижении по службе своем районе. Еще один вопросик, также от НАТО 007 в видеочате на сайте radio13.ru. Дима, какая у тебя самая заветная мечта? О, вот это хороший вопрос. Моя мечта, она же цель моей жизни, наверное, всегда оставаться достойным человеком. Вот и все. Не быть, как говорится, ну, тем самым словом. Вот и все. Угу. Не быть овном. Не быть, да. То, что вот у нас сейчас из-под снега начинает появляться. Я не имею в виду подснежники. Ну, да. Там много там накопилось за долгую зиму. Вот. Друзья, 926-313-0013. Это телефон прямого эфира. Звоните. В принципе, телефон свободен. Если вы адекватный нормальный человек, то проберетесь к нам в эфир с удовольствием. А если вы неадекватный, то в войне быстрее проберетесь. 812-309-0589. Это для жителей Санкт-Петербурга. Можете написать нам смс-очку на наш смс-портал номер 4345. В начале сообщения пишем радио 13 русскими или латинскими буквами слитно. И далее текст вашего сообщения. С вас возьмут в районе 5 рублей ваши операторы. Ого. Наши интернет-мессенджеры, друзья, такие же хорошие, как и мы. 413-13-75. Это наша ICQ-шечка. Есть skype.radio13.ru. Пишите и туда. Можете твитнуть. Нам что-нибудь, Дим, это есть в твиттере? Мне кажется, сейчас даже у моей собаки уже есть. В общем, twitter.com. Slash.radio13.ru. Друзья, пишите. Ну и, конечно, наш сайт и видеочат. www.radio13.ru. Там вы тоже можете с нами пообщаться и посмотреть даже нашу трансляцию в студии. Да, собственно, пьем чай, кофе, наслаждаемся этим утром. У нас в гостях Дмитрий Першин. Экс... Как ты сказал? Просто хороший человек. Не, ну просто, чтобы девочки знали. Экс-участник группы For Post, Mona Lisa, XVJ1, ныне сольный артист и исполнитель. Потому что вот приветик был сказать тебе, что это симпатяшка, именно от Юли. Привет, Юля. Привет, Юля. Остерегайтесь подделок. Настоящее утро только со звуком на Радио 13.